Более жуткий случай и представить нельзя. Даже теперь, когда много лет спустя я вспоминаю события, мои волосы встают дыбом, и всегда мысленному взору представляется Тарантул, ужасного вида земляной паук, настоящее чудовище, которое боится света и большую часть жизни проводит в глубокой норе. Только ночь он выходит на поверхность и рыщет в поисках жертвы, бесшумно и стремительно. В деревню Пушки я попал по распределению после института. Казалось бы, инженер по части процессорных систем. Все дороги открыты. Карьера, зарплата, международные симпозиумы. Но же есть сплошная проза. И сидит этот инженер в богом забытой деревне, внедряя автоматизированную систему подачи кормов. Общество вечно пьяной сельской молодежи меня совершенно не привлекало. И я очень быстро сошелся с нашим агрономом Иваном Ильичом. Это был человек колоссальной эрудиции. Настоящий аристократ. Каких немного уже осталось в наше поганое время. Его домашняя библиотека могла, пожалуй, украсить квартиру любого столичного профессора. Суждения отличались невероятной глубиной. И не возникало никаких сомнений, что все эти книги он прочел. При этом Иван Ильич был онточенным ценителем искусства. И отлично исполнял сонаты Бетховена на раздолбанном клубном пианино. Меня он всегда называл по имени-отчеству Василий Андреевич. Хотя ему было лет за пятьдесят, и я ему в дети годился. Долгие зимние вечера мы тесенька коротали вместе за бокалом отличные настойки. И вели непринужденные связские беседы. Он да и я. Этим, собственно, исчерпывалась интеллектуальная элита деревни. Впрочем, было еще докторша лет сорока. Но она твердо предпочитала компанию молодых механизаторов. Отлично помню тот дождливый субботний вечер в июне. Я расставил мышеловки и уже собирался завалиться на диван с книжкой, когда в дверь постучали. Это был мой друг-агроном. Вы позволите? Ах, простите, но и ноги у меня. Судя по сапогам, Иван Ильич был весьма взволнован. Раньше он непременно сплескивал обувь лужи у кольца. А сейчас почему-то забыл. Ничего, ничего. Подумаешь, обычная грязь. Отмахнулся я. На мои сапоги полюбуйтесь. Это вам не что-нибудь, а свиной навоз. И боюсь, что он отвалится не раньше августа. Чего вам в такую погоду дома не сидится? А я как раз приготовил трехлитровочку по вашему рецепту. Исключительного качества напиток. Это ваша идея с свиной очисткой. Я просто потрясен. Я с вами посоветоваться хочу, Василий Андреевич. И дело будет серьезно. Ответил мой друг, пропуская комплимент мимо ушей. Позвольте, я присяду. Вы были утром на поляне? Конечно, я был сегодня на поляне. То, что случилось утром, произвело на всех жителей опушки тягостное впечатление. Раз в неделю наше село становилось местом сбора городской мафии. Собирались на большой поляне у леса. С раннего утра катились по деревенским улицам Вольво и Мерседесы. Их полонью поляна напоминала автомобильную стоянку у какого-нибудь городского супермаркета. Цели этих мероприятий нам простым смертным не было ведомо. Накаченные молодые лысые люди о чем-то беседовали. Собирались в группы. Пересаживались из машины в машину. Наш участковый, впрочем, смотрел на это сквозь пальцы. Здесь хоть не пьют и не хулиганят. Стало быть, никакого нарушения нет. Но сегодня утром на поляне произошло ЧП. Таинственным образом погиб какой-то их то ли пахан, то ли братан. Словом, большая мафиозная шишка. На самом краю поляна у леса есть старинный заброшенный колодец. Когда его строили, никто не знает. Известно только, что глубиной он более 20 метров. И воды в нем нет. Так вот, этот пахан уселся на крае древнего колодца и, ведя беседу, полез в Хроманбрюк за зажигалкой. При этом он чуть-чуть откинулся назад, потерял равновесие и полетел вниз. Через час на место происшествия прибыла милиция из района, скорая помощь, группа спасателей-спелеологов и местные зеваки из деревни. Один из спасателей спускался в колодец с кислородным аппаратом, а потом долго о чем-то беседовал с капитаном милиции. После этого капитан объявил, что человек погиб, но поняя тело не представлялось возможным. К полудню все разъехались. Вот такая история произошла сегодня утром. «Понимаете, Василий Андреевич, я случайно видел, как он упал, и дело здесь нечисто», – сказал агроном, пристынно глядя на меня. «Столкнули, что ли?» Я пожил плечами. «Так это у них расплюнуть». «И вообще, чего вы так волнуетесь?» «Одним бадюганам меньше». «Нет, не столкнули. Тот гораздо хуже». «Налейте, что ли, действительно?» «Спасибо». «Вы тут человек новый, и, быть может, не знаете, что этим колодцем детей пугают». «Дескать, там черт живет». «И по ночам выходит на поверхность». «Ну, Иван Ильич». «Да, я знаю, что вы скажете». «Мол, человек с высшим образованием и такую чепуху говорит». «Но заметьте, если черт все-таки существует, то ему чихать, какое у вас образование». «Я с удовлетворением отметил, что мой напиток удался». «Еще бы. Всего полстакана». «И вот уже мой собеседник рубит ладонью в воздух и несет ахинею». «А знаете, Иван Ильич, это ваша идея насчет ионной очистки». «Я попытался сменить тему». «Позвольте». «Перебил меня агроном». «Я главного не сказал». «Налейте, пожалуй, еще». «Спасибо». «Вы знаете историю про корову деда Степана?» «Я хотел был улыбнуться, но что-то меня остановило». «Взгляд моего собеседника вдруг сделался жалким и растерянным». «Жил тут Дед Степан, ветеран войны. Умер в том году. И была у него корова, которая любила сбегать от своего хозяина. Но обычно через пару дней кто-нибудь приводил. Или сама возвращалась. Однажды вечером она в очередной раз сбежала. А ночью вся деревня проснулась от жуткого крика. Это был душераздирающий звериный вой. Утром нашли то, что осталось от коровы. У колодца. Вся поляна была залита кровью. А по траве раскиданы кости коровьего скелета. И больше ничего. Я видел эту картину собственными глазами. И знаете, какое у меня сложилось впечатление? «Какое?» Спросил я. «Впечатление, что корову кто-то сожрал». «Да, сожрал как сопленка. Обсасывая и бросая каждую косточку. Очень много крови и кости, равномерно лежащие вокруг колодца. Никто так и не узнал, что же всё-таки случилось с коровой». «Мда, то, что вы рассказали, это, конечно, очень серьёзно». Сказал я задумчиво. Признаться, я слышал про этот случай. Но край муха. Без подробностей. Но это, поверьте, только цветочки. А сейчас я расскажу главное. Сегодня утром я ходил в лес за травами. Мне для почек полезно. Так вот, на обратном пути нужно было пройти через поляну. А там как раз очередное сборище. Но вы знаете, Василий Андреевич, я терпеть не могу этих лысых придурков. Остановился я у самой опушки в кустах. И думаю, идти дальше или лесом обогнуть. Колодец этот в десятки шагах от меня был. И вижу, сидит на краю спины ко мне мужик. А ещё несколько перед ним стоят и слушают. Полез мужик, значит, в карман. С точки зрения свидетелей, всё так и случилось. Потерял равновесие и опрокинулся. Но я-то был сзади. И видел всё с другой стороны. Не сам он упал, и не столкнули его. Его утащили в колодец. О, Господи. Похолодел я. Понимаете, кусты немного мешали смотреть. Но это нечто было стремительное. Волосатое. То ли серое, то ли коричневое. Оно вцепилось ему в спину и сдёрнуло в колодец. Слышали бы вы, как он заорал. Потом началась суматоха. И я под шумок пошёл домой. Вот я и хочу посоветоваться, как лучше об этом сообщить. Я пожал плечами. Всё, что вы рассказали, конечно, очень странно. Но, думаю, вам никто не поверит. К тому же в колодец спускались и никакого чёрта не обнаружили. А тело? Почему нельзя поднять тело? Много бы я дал, чтобы узнать, что там на дне. После случая с коровой. Я даже серьёзно подумывал, а не спуститься ли. Человек ей любознательный. Но у меня снаряжения нет. И, честно говоря, страшно. А теперь тем более. Но сейчас есть хорошая возможность пролить свет на всё это дело. Не сходите ли меня завтра к участковому? Дай свидетельские показания. А? Может займутся знающие люди этим колодцем? Иначе, боюсь, эта чертовщина будет продолжаться. За людей беспокоюсь в первую очередь. Да, пожалуй, действительно молчать не стоит. Поверить или нет, это другой вопрос. Но совесть, по крайней мере, будет чистой. Тогда решено. Рад, что вы тоже так думаете. А то я всё сомневался, а не драк ли я? Налейте, пожалуй, по последней, да я и побегу. Поздно уже. Иван Ильич ушёл, а я забросил с дивана книжку промышленные микропроцессорные системы и завалился спать. Засыпая, я пытался собрать воедино всё, что сегодня услышал. Когда моё сознание почти отключилось, какая-то неопределённая догадка пронеслась у меня в голове. Я вдруг понял, что всё это либо уже знаю, либо где-то видел, либо... Так, а не успев осознать свою догадку, я уснул. Утро выдалось на редкость солнечное и тёплое. Я встал около 10 часов. Умылся, позавтракал. Влез в свои грязные сапоги. И вышел на крыльцо с утренней сигареткой. Тепло. Вчерашний дождь хорошо подродился над моим огородом. И я с радостью понял, что поливка огурцов отменяется. Я блаженно зажмурился от солнечного света. Промышленные системы тоже отменяются. Необходимо срочно придумать программу выходного дня. Уазик нашего участкового скрипнул тормозами у калитки. И вывел меня из состояния радостной медитации. «Поедемте!» Донёс из-за забора голос моего друга-агронома. Калитка творилась и появился он сам. Иван Ильич весь светился от возбуждения. Сапоги на этот раз были начищены до зеркального блеска. От одежды исходил тонкий аромат французского одеколона. «Поедемте! Сейчас начнётся!» Повторил он, пританцовывая от нетерпения. «Поедемте!» Мгновенно среагировал я, отбрасывая сигарету и залезая в машину. «Что начнётся? Куда едем?» Уазик вынул с места в направлении леса. «На поляну к колодцу!» Пояснил агроном, плюхнувшись рядом на заднее сиденье. «Я ходил сегодня к участковому и всё рассказал. Сейчас будет какой-то там следственный эксперимент». «Поверили, выходит?» «Не ожидал». «Поверили!» «Но дело даже не в этом. Погибший был какой-то важной птицей. Это раз. И самое главное, то спасатель, который спускался в колодец, что-то рассказал. «Не знаю что!» «Все на уши встали!» «Вроде следственная группа из города с утра уже там». Уазик, между тем, свернул с деревенской улицы, и, поплотав несколько минут в грозе между картофельным полем и птицефермой, остановился, наконец, на поляне перед лесом. У колодца действительно царило оживление. Я без труда узнал вчерашние машины горно-спасательной службы и районной милиции. Были ещё две «Волги», расцвеченные синими мигалками, между которыми важно расхаживали человек пять-шесть, по виду явно городские. Иван Ильич лишь только ступил на землю, сразу был уведён к одной из этих машин. Он что-то говорил по обыкновению, отчаянно жестикулируя. Один из городских хивал серьёзным видом и писал в блокноте. Потом они полезли в кусты на опушке, где, как я понял, Иван Ильич объяснял, как он стоял и что видел. Один лишь я оказался неудел, и, пользуясь случаем, отправился прямиком к колодцу. Колодец, как колодец. Сотни раз его видел. Несомненно, очень старый. Лет сто, не меньше. Невысокое ограждение сложено из массивных каменных блоков, очень хорошо пригнанных без всякого раствора. Камень кое-где был основательно разрушен временем и покрыт наростами вековых лишайников. Признаться, я очень долго колебался, прежде чем приблизиться вплотную. Вчерашний рассказ моего друга нагнал на меня тревогу и смутные предчувствия. В конце концов, я всё же стряхнул в себя глупые мысли. Осторожно перся об ограждение и глянул вниз. Чёрный ствол, выложенный старинной каменной кладкой, уходил во тьму, насколько хватало глаз. И вдруг меня как током ударило. Я ясно вспомнил, что именно мне представилось вчера ночью в полосне. Тарантул. Огромный земляной паук, покрытый бурой шерстью. Он и боится солнечного света и всегда сидит в своей норе. Нора обычно небольшая, размером с двухопечную монетку. Круглая и вертикальная, как шахта. Кажется невероятным, как такое чудовище ухитрится пролезать сквозь это отверстие. Но горе тому жуку или кузнечуку, который по неосторожности окажется на краю. Стремительный бросок лохматых лап и жертвы уже глубоко под землёй. И начинается кровавое пиршество. На мгновение меня произвел совершенно дикий животный ужас. Я вдруг отчётливо вспомнил слова друга. Это нечто было стремительное. Волосатое. То ли серое, то ли коричневое. Оно сцепилось ему в спину и сдёрнуло в колодец. Я отпрянул, попятился. И, испохнувшись обо что-то, грохнулся на траву. Падение привело меня в чувство. Боже, привидится же такое. Я быстро отошёл подальше под тень деревьев, с трудом удерживаясь, чтобы не побежать. Меня трясло. Я сел на траву и закурил. Очнулся я от того, что кто-то подошёл и опустился рядом. «Жарко сегодня!» Раздался незнакомый голос. Я без труда узнал этого человека. Тот самый спасатель, что вчера спускался в колодец. Совсем молодой парнишка лет двадцати. Одетый в куртку защитного цвета. В руках он держал странное устройство, напоминающее противогаз. «Кислородная маска!» Пояснил он и вздохнул. «Опять заставят лезть?» «А мне бы куда угодно, только не туда. Там что, воздуха нет?» Спросил я. «Может, нет, может, есть. Положено так». «А что там вообще на дне?» Спросил я внутренне холодея. «Жуткое дело там!» Ответил паренёк очень серьёзно. «Я поэтому и боюсь лезть. Причувствие какое-то. Понимаете, туда вчера человек упал, но тела нет. Зато всё облито кровью. И дно и стены. Очень много крови и куча костей. Больше ничего. Ума не приложу, как такое может быть. Я бы лучше денег дал, но туда не полез. «А зачем опять спускаться?» Поинтересовался я. «Хрен его знает. Говорят, ищи что-нибудь подозрительное. Да нет там нифига. Грязь одна и краст». «Что-что?» «Краст, говорю. Такое обычно бывает в пещерах. Колодец у самого дна сплошной скале пробит. И все стены в трещинах и дырах. Через них раньше вода поступала. Большие дыры-то». «Не, даже ребёнку не пролезть». «Ну вот уже завод. Пошёл я короче». Он подхватил свой прибор и поплёлся к товарищам. Которые уже начали выносить из машины какое-то снаряжение. Я двинулся следом. Парнишков с кислородной маской и сильным фонарем на шлеме. Обвязали верёвкой, перекинутой через блок. И опустили вниз. Кроме этой главной верёвки, удерживаемой несколькими мужчинами, был ещё тонкий шёлковый шнурок. Вроде того, что используется водолазами. Если человек внизу дёрнет за шнурок, это будет сигналом к подъёму. Другой конец этого шнурка держал в руках хмуро-сёдой человек. Начальник группы. Метр за метром верёвка скользила по блоку, пока не ослабла на отметке 28. Спасатели обеспечно разлеглись на солнышке, а я, томимый смотными опасениями, опять подошёл к краю. Где-то на огромной глубине сел маленький, как звёздочка, огонёк. Свет фонаря на шлеме. Ничего не разобрать. Внезапно шнурок дёрнулся. «Поднимайте!» Скомандовал начальник. Пятеро парней лениво встали и взялись за верёвку. Шнурок дёрнулся ещё раз и ещё. И вдруг забился, будто в судороге. «Дотяните же! Быстрее!» «Что за чёрт?» Шнурок, обезумев, рвался из рук. Огонёк внизу вдруг затанцевал. Заметался из стороны в сторону и погас. Одновременно из чёрной глубины раздался ужасный крик парнишки. «Маску сорвал!» «Тяните!» Побледнел седой спасатель. «Эй! Да помогите же кто-нибудь!» Все, кто был рядом, я, Иван Ильич, и даже городские ухватили за верёвку. Мальчишками мыловили тарантулов. Маленький кусочек пастелина цепляется за длинную нитку и опускается в нору. Паох принимает приманку за жучка и хватает её. В этот момент нитку нужно быстро выдернуть. Тарантул бросается в погоню и неожиданно для себя выскакивает на поверхность. Там он и остаётся. Жирное, мохнатое чудовище, привыкшее к темноте и ошалевшее от солнечного света. Рывок. Ещё рывок. Со скоростью несколько метров в секунду верёвка шла наверх. Я уже не сомневался и точно знал, что увижу. Вот над краем колодца появилась голова парнишки с окровавленным страшным лицом. Он перемахнул через ограждение и бросился бежать. Я рванулся было следом и тоже налетел на Ивана Ильича. Мой друг о ко мне встоял и смотрел в сторону колодца широко раскрытыми глазами. «О боже!» Прошептал он. «Вы только посмотрите на это!» Я обернулся. Из колодца одна за одной выскакивали огромные бурые крысы. Каждая размером собаку. Солнечный свет ослепил их. Отвратительные твари со слепыми глазами сбились кучу на краю и искалили жёлтые клыки. Секунды позже все они ринулись вниз. Вечером мы с Иваном Ильичом, как обычно, сидели у меня и вели свистскую беседу. «Ну и денёк!» Говорил мой друг, опрокидывая черную стопку. Не мудрено, что парень так испугался. «Живёт же на свете такая гадость!» «Наверное, какие-то мутанты раз по вертикальным стенам бегают. Изо всех щелей, говорит, полезли. Десятками. Но слава богу, обошлось. А ведь могли слопать, как ту корову. Вы не знаете, он сильно ранен?» «Ерунда. Три царапины». Поколотился о стены при подъёме. Им сейчас наша докторша занимается. «Знаете, Василий Андреевич, вы как хотите, а я завтра к председателю иду. Попрошу, чтобы этот проклятый колодец забетонировали. За людей страшно. Налейте-ка ещё. Спасибо. Ответьте честно. Кого вы ожидали увидеть?» «Стыдно сказать. Я виноват улыбнулся. Думал, что огромный тарантул. А вы? А я думал, чёрт». Очень серьёзно ответил агроном. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok